здравствуйте друзья мы с вами в творческой лаборатории художника гарика прораба который почти сливается с креслом своей ничего страшного ничего страшного ты выделяешься тенями давай вот чего расскажи с какого года ты в америке ну если я если память не отказывает уже то где-то с 94 или 95 ну то есть так 20 с небольшим там два три четыре там но с небольшим большим так хорошо вот как я пытаюсь сформулировать нас смотрит много народ которые живут в других странах которые хотят понять вообще что-то про америку и то что мы рассказываем может быть в каком-то смысле ближе потому что мы общее какое-то вот прошлое у нас есть да какой-то контекст мы понимаем который может быть не поймет француз или китаец вот в этом контексте как бы нашим общем что ты можешь сказать про америку как место для жизни ну если говорить как говорится честно да вот вот это хорошее слово да то в принципе я не был инициатором поехать в америку как таковой как первый человек меня взяли с собой меня взяла с собой моя бывшая жена которая в общем-то хотела попасть в америку потому что здесь жила ее родная сестра и родители ее мужа то есть у нее было много родственников но я все-таки твоя та жена была врачом она была врачом в россии в общем-то довольно успешно врачом она закончила институт первый метр она закончила ординатуру и в общем-то как раз именно вот после этого она и попала в америку сколько лет ей было в тот момент ей было тогда да значит она поступила в 20 еще пять лет 20 где-то 24 25 то есть совсем молоденькая девочка совсем молоденькая девочка но при всех моих делах с моей бывшей женой она оказалась удивительно трудоспособная она отсидела в библиотеке я извиняюсь на подушке потому что извиняюсь задница стала деревянная сидеть на этих креслах она отсидела несколько лет уча и готовясь к экзамену на сдачу врача то есть когда она ехала она не думала что она будет менять профессию она знала что она будет она хотела быть им и она преодолела довольно большой довольно большие трудности мало того что у нас были такие отношения непонятно но в принципе она она сидела и ребенок у нас был маленькая трехлетняя дочка и она сидела и занималась и занималась и занималась и и не да и я не могу сказать что в общем то как сказать чтобы что чтобы стать врачом в америке нужно довольно много потратить и времени и здоровья и сил чтобы уже как бы а сохранится в профессии да но и в принципе пройдя это ты в общем то становишься довольно состоятельным человеком с довольно интересной профессией который как бы вечная профессии у нее сейчас практика своя или она была практика в одном госпитале потом была практик называется интернешип в одном госпитале потом во втором что тоже не просто но в общем она это прошла сейчас-то она что сейчас у нее довольно нормальный я считаю в моем понимание, обширная практика. У нее своя собственная практика. Да, она работала с каким-то врачом, который ушел на пенсию, оставил всю практику ей. И она ее подняла и, в общем-то, преуспевает. Ну что же, хорошо. Да. А на какие шиши вы жили, пока она училась на подушке, сидя? Ну, в Америке для тех, кто приезжает официально по беженской программе. По беженской программе дают такое пособие на ребенка. Плюс мы продали квартиру, какие-то денег хватало, чтобы плюс пособие. В общем-то, хватало, ну как хватало? Хватало, чтобы поесть, выпить, закусить на бензин. Мы даже купили подержанную машину, мы оплачивали рент, мы не шиковали, но хватало, чтобы нормально существовать, чтобы определиться. Но ты в это время что-то подрабатывал? Я подрабатывал. Я тогда, значит, поступил, вернее так, мне устроили на работу по блату, и я клеил вазочки за 5 долларов в час. Это мы, когда приехали в девяносто шестом году, было землетрясение. В Лос-Анджелесе? Да. И очень много побилось в квартирах у нормальных американцев, богатых и небогатых. Посуды, вазы. И что, и люди вот идут склеивать? Ты знаешь, Миша, они, значит, получали, во-первых, они получали страховку. Плюс, они еще за эти бабки, которые, а я получал 5 долларов в час, мы еще их восстанавливали. То есть, они получали какие-то деньги на восстановление от государства, и плюс, что за копейки их восстанавливали. То есть, государство, они получали компенсацию за утрату, а дальше они там на часть этих денег и склеивали. Да, может быть, какое-то бабушкиное блюдо, дедушкина ваза, которые, в общем-то, он привез из Китая. А что, реально можно вот склеить? Ой, ты что, ты не представляешь как. Самое трудное было собрать из кусочков, а клеить настолько просто, ты не представляешь. Причем одесситы, бывшие реконструкторы в Одессе, они были оба, бабуша и жена, они открыли эту мастерскую, и вот то, что мы склеивали, они аккуратненько докрашивали маленькой кисточкой. А, то есть, все-таки надо поработать с этим? Ну, конечно. Ну, поэтому, это с меня брали 5 долларов в час, а у нас с нее брала 25 долларов в час, но она эту вазу восстанавливала, допустим, за 100 долларов, а ей давали 200. И получалось, что она получала нормальную вазу, которая, еду хрен, стоит на полке, покрытая пылью, и плюс еще она получала 100 баксов от страховой компании. Все были довольны. Я был доволен своей пятеркой, директор в мастерской был доволен своей десяткой, и человек, который получал вазу, был доволен своей сотней от рисунков. В тот момент, когда ты вазы клеил, у тебя были такие мысли типа, а что дальше? Сколько тебе лет было в тот момент? Не было тогда, ты знаешь, 39. Ну, то есть, 40. Вот тебе 40. Ты приехал, по-английски не говоришь. Значит, и у тебя была мысль, а как же мы будем, и что же дальше? Или у тебя была мысль, что вот жена выучится на врача и будет зарабатывать? И вообще, что-то было? У меня вообще была мысль такая, что жена выучится на врача, меня бросит, что, в общем, так и оказалось. У меня мысль была, что мой немецкий язык в Америке не котировался, что моя специальность инженер-строитель в Америке не котируется, потому что я был начальником, я не мог не заниматься сваркой, я не мог делать электрику, я мог смотреть, наблюдать, контролировать, но своими собственными руками я не мог не сделать сантехнику и сам сделать электрику. Но тебе не хотелось пойти на стройку, научиться там и идти по этой части? Это же можно, можно же подучиться. Я настолько обалдел от этой стройки, настолько она мне так надоела зимой работать в снег, в дождь, в грязь, летом работать под дождем, в пыли, в грязи с этими... Я отработал 10 лет, я проднялся от прораба до начальника строительного управления, но мне это настолько так осочертело, что как только я услышал о том, что в Лос-Анджелесе есть школы Михаила Портнова... Но мы тогда не были в Лос-Анджелесе. Как раз я был тогда твоим первым студентом. Нет, ты приехал из Лос-Анджелеса. А, да, я приехал из Лос-Анджелеса именно в Сандхазе. Ты был первым человеком, который приехал к нам учиться из другого города. Да. Потому что мы случайно познакомились с твоими родственниками, родственниками жены. Правильно, правильно, правильно. Давайте я ребятам скажу, там была очень смешная история. Позвонила женщина какая-то, Светлане, нарывается на Светлану и говорит, вот я тут прочитал в местной там какой-то такой газете русской, вот увидела вашу фамилию, а у меня был кавалер в школьные годы, его звали Миша Портнов. Да, и говорит, вот я пытаюсь его найти, думаю, там может дружить с кем-то, вот мы приехали, никого не знаем. Ну и так, слово Сандского там Света начала допрашивать и выяснилось, что тут был двоечник. А я все-таки был отличник. Но это я у них противник. Да, и вот значит, ну и та говорит, ой, как жалко там все. Она говорит, а что такое, уже дружите с нами, если того нет. И вот мы с ними так задружились, а потом они, значит, вот Гаррика и выписали. А потом, значит, эта сестра моей бывшей жены приехала в Лос-Анджелес и сказала, что вот есть такая школа, и там вот таких придурков, как ты, вот химиков, физиков, лириков, прорабов, обучают вот такой профессии. И я как-то так задумался и говорю, да. Она говорит, а я даже не знал, что такое компьютер, не знал, какой со мной его включать. И я почему-то так поверил, я почему-то так в это въехал, что я, в общем-то, бросил все. То есть тебя тяготило то, что происходило? Меня не то что тяготило, я просто понимал, что заниматься сваркой, сантехникой, электрикой я не хотел. Быть большим начальником я точно не мог. Я нашел знакомых, которые мне хотели помочь получить лайсенс на строительство. В принципе, они брали за это штуку баксов и натаскали меня на экзамен. Но мне так не хотелось опять работать на стройке, а тут я понимал, что компьютер это новое. А не было мысли, что это сложно и что я не освоил? Было сложно, но поскольку я уже закончил в Москве два института, думаю, ну еще третий, ну один хрен, прорвемся. И, в общем-то, я рискнул. Первый был строительный, а второй? Первый был строительный, когда я закончил МИСИ и пошел на стройку лет через пять, нет, не через пять. Через три года появилась возможность быть зам управляющего средства по экономике. Они сказали, что получишь эту должность, если получишь экономическое образование. И я рванул во второй институт получать экономическое образование, которое я получил, но должность я не получил. Поэтому я уже стал как в ГЛСС, но не управляющим трестом. И опять эта стройка затянула. И когда я попал в Америку, мне так все это зачертело, думаю, компьютер, вот как-то посмотрел Бог и сказал, «Чувак, стройка в прошлом, сейчас новое время, все новое, компьютер это должен быть в каждой семье, в каждом доме, это твое». И вот как-то что-то щелкнуло, я думаю, блин. То есть 40 лет по-английски не рубил особо, и так снялся и поехал. Да, бросил на все, жил сначала у сестры моей бывшей жены, потом встал в свою квартиру, когда получил первую зарплату. 11 долларов в час, я помню. Да, я получил не 11, а 13, но они мне платили не 40 часов в неделю, а 20 часов в неделю. Потому что получалось, что как бы я получал там 28, но платили половину. И 3 месяца я отработал на такой зарплате, через 3 месяца они мне сказали, окей, мы будем платить тебе не 20 часов, а 40. Но все равно 13. Да, 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 да. Я отработал 3 месяца в этой компании. Скажи всем, Гарик, что ты тестировал в это время? Скажу. Значит, в то время компания, где я работал, это была японская компания, довольно большая, там было 30 тысяч человек эмплои. Вау. Они, значит, вышли на американский рынок с новым принтером. Причем принтер был такой продвинутый, но гораздо лучше, чем принтеры любых других американских компаний. Потому что там была совершенно новая система печати. И я тестировал Control Panel, если кто-то понимает, Control Panel этого принтера. Там были разные общинства. Это такое приложение, в котором сеттинги делают, то есть настройки делают? Да, можно было менять настройки так, настройки по-другому. Там были разные кнопочки, разные там, не кнопочки, разные штучки, дрючки. Короче, я этим занимался только. И поскольку это была стабильная эта система, то мне пришлось учить, вернее так, мне пришлось в школе у Миши, я учил немножко automation. И мне сказали, что поскольку эта таблица, она постоянная, то какого хрена тебе каждый день открывать эту таблицу и смотреть на кнопочки, напиши скрипт. И я его элементарно написал. Потом они взяли и внесли другие кнопочки. Я добавил другую функцию. Третью кнопочку я добавил третью функцию. И вот так вот я работал в этой компании три года. Подожди, по-моему, там еще клавиатуры какие-то были. Ну, это было дополнение. Кроме того, что я тестировал эту самую контрольную панель, я тестировал ключи на кейборде. Я тестировал, как мышка кликает на эту самую контрольную панель. А потом у них оказалось, что еще, кроме всего прочего, они стали делать мышку, которая работала не только на PC, а которая стала работать на Macintosh. И тогда мне повезло, потому что, оказывается, мой начальник договорился с Apple, а в Apple на первом этаже, как сейчас помню. Сейчас у них новое здание. У них стояли разные виды, разные версии Macintosh. Там была лаборатория. Да. Можно было тестировать. Я там временно сначала тоже тестировал. Да. И я туда привозил эти мышки. И я работал с мышками в каждой панели, чтобы они были совместимы. Они для компаний, которые делали проекты всякие, они давали этот тест LED, чтобы проверять на совместимость с разными системами. Я возил туда мышки. Я возил туда наши кейборды. Все работало, кстати. Все работало. Я первый раз попал в Apple. Это было так престижно. Компания такая знаменитая. И когда я входил в компанию, я видел людей, которые шли в Apple в рваных футболках, в рваных сандалетах. А они оказались там ведущие инженеры, которые получали тогда по 200 тысяч в год. А были окновенные ребята, которые приезжали на роликах, приезжали на велосипедах. А на самом деле были миллионеры. Да. Да. Ну а чего выпендриваться, правильно? Ну вот то, что они не выпендривались, это до конца не понимает никто в Европе, кроме как Америка. Здесь может быть в майке чувак, который миллионер, который входит в рубаные джинсы. А вообще, слушай, вот есть в Америке, вот как бы в понятном нам смысле есть понты? Или может быть какие-то круги, я не знаю. Мы-то, наверное, особо не ходим с тобой. Но вот так вот, просто в жизни вообще есть какие-то понты? Ну понты сюда, это мое личное мнение, завезли русские. Но ты же не можешь прийти к американцам, чтобы они поддержали тебя в понтах. То есть ты можешь эти понты с другими русскими, но с кем еще ты можешь? Ты знаешь, я когда работал в этой японской компании, английский был плохой. И, в общем-то, мне повезло. Были люди очень такие добрые, они мне помогали. Он со мной разговаривал, он мне объяснял. Он даже мне гостиницу заказывал, когда ко мне знакомая девочка приезжала. Он помогал чисто вот просто по-товарищески. Хотя он был, например, он был тогда Глобой, я помню, что у него там. Он когда купил со своим партнером, а партнером у него был представитель церкви. И когда они вместе купили квартиру, он мне повез показать, как вот у него со своим этим самым. И он так ко мне относился. И вот он рассказывал, что я вижу, что понты. Я говорю, а я вот завтра иду в театр. Он говорит, о, надеюсь, что кто-то туда придет или в шортах, или в сандалетах. Я говорю, как, это же театр, вот у нас в Москве театр. Мы ходили туда в костюмах обязательно, в белых рубашках. Говорит, ты что это, говорит, Калифорния? Увидишь, чувак придет в сандалиях, хотя он будет какой-нибудь ВИПИ. Это, говорит, нормально, не волнуйся. А поскольку он как бы и человек был голубой, то он как бы был более такой в эту сторону, в сторону эстет. И для него это тоже считалось шоком, но он был нормальный американец, он это воспринимал как нормальный. Я думаю, что когда мы в советской жизни наряжались там в театр, особенно куда-нибудь там, знаешь, в симфонический какой-нибудь концерт или там что-то, это еще элемент настройки. Ты настраиваешься на какую-то волну, это позволяет тебе получить больше удовольствия от музыки. То есть не только тебе там вот слух ублажает, но еще вот что-то. Я бы это понтами, конечно, не назвал. Ну вот здесь меня заранее предупредили, что понты здесь такие. Здесь понты наоборот, то есть если он придет в шортах. А я, кстати, помню твой юбилей, когда тебе был юбилей, и пришел к тебе гостик. И пришел все нормальный, адекватный программист. Ну и он не был американским, он был русским. Вот эти понты, вот здесь понты только тех, кто приезжает сюда, понты иммигрантов. Они привозят свои представления. Потому что как это для меня вообще было ненормально, что может кто-то прийти в шортах. Самое интересное, что когда я был в этом театре, там был чувак в шортах. Ну здесь просто, да, другие правила. Ну хорошо. А вот Америка с точки зрения отношений между людьми, раз мы начали про понты, вот принято, ну или, как скажем так, легко иметь дело с другими людьми, во все-таки в технических компаниях, да, поскольку ты вот по этой части. Легко ли иметь дело с людьми с точки зрения вот таких межчеловеческих отношений? Допустим, принято ли там, скажем, отвечать на вопрос или там, скажем, типа я занят и вали отсюда, вот как с этим? Ну, я говорю только о себе. Да. В моей последней компании, я работал в компании, в Америке есть такая сеть магазинов, которая называется Men's Warehouse. Да, узкую одежду торговлю. Да, значит, главный, как сказать, главный CFO, да, CFO. Финансовый? Он как бы президент. А, CEO. CEO. Джордж. Джордж Зигмард. Значит, это лицо одно время не сходило с экранов телевизоров, он все время говорил, I guarantee. О, я помню, а какая у него должность? Он как раз и был этим самым CEO, да. Какой симпатичный мужчина был. Ну, судя по, ему тогда было лет, наверное, 65. Он во всех рекламах был. Да, да. Так вот я рассказываю, значит, волей судеб, когда я еще работал в другой компании, он увидел эту рожу, я извиняюсь, по телевизору. И действительно этот магазин полностью, ты заходишь туда голым и тебя полностью одевают, включая платочек здесь, галстук здесь, носочки, все совпадало, то есть ты оттуда выходил как картинка. Вот был такой смысл его идеи. А гарантия, что ты приходишь такой, а уходишь просто супер, как киногерой. Значит, немножко о нем, значит, кончилось с тем, что его нравы, его подходы к бизнесу не понравились, и его уволили. Угу. И он решил отомстить. Ревенч. Такой. И он стал, создал компанию. General Tax. Новая generation таксиду. Самое интересное, что меня туда взяли на работу. И я с ним в теннис играл. Совершенно классный чувак. В таксидную компанию. Да. То есть мы решили, вернее так, я извиняюсь, он решил сделать таксида онлайн, чтобы замочить эту сеть реальных магазинов. То есть ты мог онлайн, который я тестировал, ты мог обмерить себя, ты мог выбрать из огромной библиотеки костюм, галстук, рубашку, бабочку, носки, включая заповки, включая пуговички, ты мог все выбрать, ты мог все это замерить при помощи специального тула. Затем ты мог это заказать и тебе в офигительной красивой коробке все это приставили домой. Вот была такая его идея. Он собрал свои деньги, собрал деньги других пацанов, типа его, которых были миллионеры. Забытил эту компанию. И меня взяли туда к инженерам. Синер к инженерам. Я там тестировал. Причем это была модель не только онлайн, она была на PC, она еще была на телефоне. Я там отработал полтора года. То есть ты хочешь сказать, что в офисе стоял теннисный стол и вы там играли? Да. Я к тому, что отношения товарищи. Он приходил, он мог прийти так, вот дает стольник, давай играем в теннис. Я говорю, давай. А он взял меня, блин, и обыграл. А почему стольник дает? Ну он взял стольник из кармана. Может мне было меньше монеты. Да. И я думаю, этот дедок меня обыграл, блин, я так расстроился. Он говорит, ладно, я и бабки не беру, но свои не отдам. Второго обыграл, третьего обыграл. Вот такой чувак. Зимбург, блин. Фацан. А сколько лет это ему было? А ему было тогда уже лет 70. Ооо. Он был в прекрасной форме, он ходил совершенно удивительно одет. Он был в пиджак, в мастер. То есть он начал новую компанию, уже будучи там под 70? Да. Но я разговариваю об отношениях. Вот отношения были чисто вот такие товарищи. Мы могли спокойно сесть, выпить кофейку, разговаривать. Мы могли сыграть в теннис. И в то же время мы должны были выполнить то, что нам давали задания. То есть все четко было. Вот эти отношения, как ты говоришь, они вот именно в Америке считаются так. Дружба дружбой, но служба службой. И вот эта четкая пословица, она именно подходит в Америку. У них нет такого фамильярного. Ты можешь что угодно думать о своем начальнике, ты можешь с ним дружить, ты можешь с ним пить водку, но ты обязан отработать свое задание. Вот эти отношения. И во всяком случае не зазорно там, скажем, то есть начальник не демонстрирует тебе, что он выше классом, рангом, социально и так далее. Он говорит, мы должны закончить, и ты как бы… Это только в Америке, что мне говорят, мы должны закончить, и я понимаю, что я должен закончить. Я должен закончить, я не могу пойти в кино, я не могу пойти в театр, я не могу выпить на работе, потому что я четко должен закончить. Я уже закончил и тогда выпил. Да, да, но надо закончить. Хорошо. Просить было наоборот. Сначала выпил, а потом не закончил. А, на стройке. Где угодно. Ну нет, ты знаешь, я в КБ работал, и мы нормально все. Что нормально? С утра выпили, а потом якобы заканчивали. Мы в КБ не пили с утра. Ну не знаю. Мы сейчас в КБ все пили, на лестницах, я извиняюсь, сделали то, что… Да. Да. Ну я не знаю, как-то у нас другое было КБ. Ну хорошо. У нас не пили. Так. Ну ладно, чего же, Гарик, давай мы вот что сделаем. Мы оставим наших зрителей размышлять. Да. Потому что так кино посмотреть каждый может. Это правда. Вот. А вот размышлять… Может быть, знаешь что? У тебя есть вот так… Может быть, мой отдельный сюжетик. Ты вот перенесешь клюковку и покажешь там, и скажешь, как ты ее делаешь. Давай. Давай, неси клюковку. Давай. Давай, неси клюковку.